Всем привет! Наконец-таки я снимаю это видео уже не знаю в какой раз. Постоянно мне что-то не нравится, поэтому если в этот раз что-то будет не так, если как-то не так выгляжу, если я что-то не то скажу, если я что-то забуду, не обижайтесь, наверное, переснимать уже не буду, так как уже началась вторая компания Avon, а я только снимаю видео про мой заказ в первом каталоге 2016 года. Итак, начну я, пожалуй, с призов. Я себе заказала, ну не себе мужу, но свои акции, водичку мужскую, лак. Очень такой красивый пузыречек, мне коробочка очень понравилась, такая она прям стильная. А аромат сначала мне показался прям вот просто фужерным. Здесь, кстати, тоже такая крышечка древенькая. Показался фужерным, но потом я почувствовала там какие-то еще нотки, что-то такое древесное, но не слишком. Поэтому, если кому-то не нравятся фужерные ароматы, не факт, что этот аромат вам не понравится. У меня муж тоже не любит фужерный, но он сказал, что ну так, вроде ничего. Следующее, что покажу, это новинки второго каталога. Это пена, нежные лепестки розы. Могу сказать, что, по крайней мере, эта пена оказалась лучше, чем я ожидала. Потому как я не люблю розу, но эта пена, она пахнет, знаете, чем-то таким, не то чтобы мыльным, но пахнет какой-то детской шампунькой без отдушек каких-то особых, чем-то таким нежненьким. Ну, в общем, особых отдушек нет. И розой она не пахнет. И слава богу, поэтому аромат мне, ну, более или менее понравился. Следующие новинки, но это уже не совсем новинки. Это они просто перевыпустили дизайн, так скажем. Это серия Кэа. Масло какао. Я себе заказала крем для лица. И бальзам для губ. Бальзам для губ, ну, и, в принципе, и крем для лица. У них у обоих аромат такой сладенький. Не то чтобы какао, какими-то, знаете, ирийскими или вот чем-то таким. Этот бальзамчик вообще, помимо того, что он хорошо увлажняет губы, он, наверное, будет хорошо их защищать. Так как я нанесла на ночь первый раз. И, ну, видимо, ночью я не облизывалась. И с утра я проснулась, и этот бальзам у меня на губах. То есть он до конца не впитывается. Он остается вот именно, ну, не то чтобы это не пленочка, а вот он остается именно на губах. Я думаю, на улице он будет очень хорошо защищать от мороза. Также крем для лица с таким же ароматом. Он довольно-таки, ну, приятненько пахнет. Он не то чтобы жирный, он какой-то маслянистый. Насколько он там восстанавливает кожу, не знаю, но я думаю, что по своей текстуре он должен восстанавливать ее. Плюс к этому хорошо увлажняет. Для сухой кожи хорошо подойдет. У меня кожа комбинированная, поэтому я нанесла на ночь, с утра я проснулась, и кожа немножко жирновата была. Я не могла пройти мимо набора из шести средств, так как у них набор из пяти средств, это очень выгодно. А этот набор из шести средств, которые они не повысили цену даже на 10 рублей, точно по такой же цене, как из пяти, в который входила сыворотка для волос, для секущихся кончиков. У меня есть такая сыворотка, я ей пользуюсь. Замечательная сыворотка, замечательно запечатывает секущиеся кончики, делает ваши волосы гладенькими, шелковистыми, очень такими приятными на ощупь. Также в этот набор входил крем интенсивно увлажняющий для лица и тела, серии Кэо. Я не знаю, я слышала, что он пахнет так же, как и крем ромашка овес, если это действительно так, то зря я не заказывала тот крем, потому что аромат у него такой именно просто кремовый, но такой крем свежий, бывает такой затхлый запах какого-то крема непонятного. Этот крем очень приятный такой, именно свежий кремовый аромат имеет. И я всегда боялась заказывать крем ромашка овес, потому что для меня как бы был этот аромат, ну немножко непонятно, чем он может пахнуть. Он действительно очень хорошо увлажняет, он уже такой, имеет по сравнению с вот этим кремом, который жирненький, но более маслянистая такая текстура, то этот вот именно жирненький. Так что тем, у кого сухая кожа, очень советую. Пробовала и на лице, пробовала и на теле. На теле тоже очень хорошо увлажняет. Также пенка входила в набор пиона-гранат. Мне очень нравится этот аромат. Он имеет такой нежный аромат пиона и такой яркий аромат граната. Простите, что-то вообще с голодцем сегодня. Также входил скраб Нейчерл с шоколадным удовольствием. Это действительно шоколадное удовольствие, так как пахнет он, ну для меня лично, плавленным шоколадным сырком. И по своим действиям он не особо действенный, он очень-очень мелкий, но подойдет на лето хорошо, чтобы не стирать загар. Поэтому действительно такое баловство, шоколадное удовольствие. Ну просто классненький. Следующее, что входило в этот набор, это гель Сенсес. Дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Я здесь не чувствую ванили. Для меня это просто какой-то, ну, свеженький такой, легенький аромат. Но мне нравится. Он не то, что прям именно свежий такой, чересчур свежий. Он вот именно какой-то нежно-свежий такой. Последнее, что входило в набор, это бальзам для губ. Увлажняющий серии Кэр, интенсивная помощь. Очень хорошо увлажняет. Но, кстати, если сравнивать с вот этим бальзамом, этот бальзам у меня на утро не остается. Он весь впитывается. Но губы хорошо увлажняет. Мне очень нравится. Он такой жирненький. Воспользовалась акцией от Advanced Techniques. Заказала мужу два шампуня. Один его любимый – это здоровые волосы. Два в одном. Он идет от перхоти. Мне нравится. Мне тоже такой шампунь нравился. Очень делал мягкими волосы. Но я решила ему все-таки, что шампунь иногда надо менять. Поэтому заказала вот такой шампунь питательный. Всесторонний уход. Не в моих правилах показывать что-то, что я еще не попробовала. Но иногда бывает. Этот шампунь я пробовала сто лет назад. Поэтому не помню даже, понравился он мне или не понравился. Собираюсь заказать в следующем каталоге шампунь и маску. И, наверное, поласкиватель. Поэтому в этом видео я у вас спрашиваю, кто пользовался. Напишите, как вам этот шампунь. Потому как муж пока ничего не сказал. Но я думаю, что от него толком ничего и не поймешь. Заказала я из серии Nutra Effects. Пенка для умывания. Для нормально комбинированной кожи. Имеет очень приятный, легкий, невесомый аромат. Не сушит кожу. Хорошо очищает. Очищает даже, действительно, снимает макияж с лица. Кожу не сушит. И когда вы эту пенку наносите на руки, ощущение на руках, как будто бы какой-то крем. Ну не то, что прям крем, но вот нечто кремовое. Крем-мыло какое-то. Хотя это средство не содержит мыло. Но все-таки хорошо удаляет и макияж, и очищает кожу, и не сушит. Заказала себе дезодорант Farway. Я, ну, из тех дезодорантов, которые представлены в Avon, я люблю вот эту серию дезодорантов, которые идут с ароматами парфюмов. По крайней мере, они хорошо защищают от запаха пота. Но вот этот аромат, хорошо, что я не заказала себе водичку. Потому что я бы, это не мой аромат, он очень тяжелый, он очень насыщенный, он очень восточно какой-то пряный. И даже этот дезодорант, если я наношу, если я по дому хожу, например, с коротким рукавом, то этот аромат я очень сильно от себя ощущаю. Поэтому с ним надо быть аккуратнее, чтобы не было смешения ароматов ваших духов и вашего дезодоранта. Заказала себе очередную базу под тени. Она сейчас немножечко жидковата, поэтому я наношу сначала кистью, разношу, потом аккуратненько вбиваю пальчиками, чтобы она вот не впиталась просто как кремушек. Если сразу нанести пальцем и начать растирать, то она просто вотрется, и током ничего навеки не останется. А если вот именно разнести кистью, потом аккуратно вбить пальчиками, то все будет хорошо. У меня и предыдущая, если не ошибаюсь, была сначала более жидкая, потом она подсохла немножечко, поэтому чуть-чуть потерпим. Заказала я себе, воспользовалась тоже акцией от Люкс. Я себе заказала тушь Люкс, которую я просто обожаю. Она дает очень хороший объем ресницам. Нет, конечно, объема прям накладных ресниц, но объем очень хороший. Имеет обычную такую пушистенькую, мягенькую щеточку. Ну, одна из моих любимец. И второе, что я заказала все-таки еще одну помаду, новинку в сиянии роскоши. В темном оттенке. Какой-то идет там розово-золотой, или что-то такое розовое золото, как так называется. Но вы видите, что помада имеет такой, какой-то коричневатый больше оттенок. Ну, когда наносите ее... Ну, на губах, кстати, тоже она более коричневая, чем на руке. На руке кожа светлее, поэтому он какой-то, знаете, розово-коричневый такой. Но этот оттенок из всех, наверное, представленных, самый темный, поэтому самый будет заметный. Но все равно такой же какой-то текстуры, больше напоминающий бальзам, блеск, очень сияет на губах. Дальше, что я себе заказала. Сейчас буду очень сильно ругать Эйвон. Я не помню, подумала я об этом, или, по-моему, бы сказывалась вслух, что было бы неплохо, если бы Эйвон, когда делает замену, в основном Эйвон делает замену на подарки. Хоть дареному коню зубы не глядят, но было бы приятнее, когда особенно, знаете, вы выполняете условия какой-то акции, вы зачем-то гонитесь. Бывают такие акции, когда надо не просто заказать на определенную сумму, а нужно заказать какие-то определенные продукты на определенную сумму, ты вот бегаешь, там, два каталога, что-то собираешь, а тебе хопс, и заменили твой приз на какой-то другой, который тебе абсолютно не нужен. И было бы неплохо, если бы Эйвон предоставлял выбор хотя бы там двух-трех вариантов, что вот если этого не будет, что вы выберете взамен. И тут Эйвон нам пишет, что на помаду Леди будет замен на помаду с эффектом объема. Причем невозможен замен, а именно будет замена, там, выберите другой оттенок. Естественно, я уже выбирала не из помад Леди, а из помад с эффектом объема. И для того, чтобы мне попался тот оттенок, который я хотела, я нужно было заказать помаду Леди в оттенке закат. И что вы думаете, мне этот оттенок закат пришел? Вот если вы пишете, что будет замена, делайте, пожалуйста, замену, потому что этот оттенок, ну вообще, ну, 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 не нужен мне он. Во-первых, у меня красных помад полного, во-вторых, это не красная помада, это такая вот красно-оранжевая какая-то, тепло-красный. И, как бы, как вам сказать, красная помада должна быть у каждой женщины, но, когда сталкиваешься, то красную помаду никому никогда не впихнешь, она вечно никому не нужна, оказывается. Поэтому, вот, ну, не знаю, я наносила на губы, ну, как-то так, мне не особо понравилось, поэтому, вот, я была очень злая на Эйвен, мне не жалко этих денег, я просто рассчитывала на другой оттенок помады, а тут найти с вам. Заказала себе подводку Мегаэффектс, у меня была такая подводка, со скошенным кончиком расширяющимся, то есть, можно тоненькую стрелку рисовать, можно широкую. Мне эта подводка очень нравится, она в отличие от подводки маркера тоже, но которая идет с тоненьким таким кончиком, которую никак не поставишь, и не особо удобно рисовать, то есть, этот кончик вы можете поставить вот так, и видите, куда хотите, рисуйте, что хотите на глазах. Она очень удобная. Заказала уже не первый раз тоже крем-пудру, мне она очень нравится, для меня это средство для ленивых, когда не надо носить крем и пудру, быстренько вот этим спонжиком, который сюда входит, нанес и пошел. Мне очень нравится. Заказала себе питательную маску, зеленая олива серии Naturels, имеет довольно приятный аромат, для меня, правда, почему-то зеленая олива всегда пахнет арбузными корочками, не знаю почему. Питание, конечно, ну, здесь особого нет, оно минимальное, и потому что и текстура у этого средства не особо жидненькая, знаете, очень жиденькая, напоминает какое-то молочко. Но я думаю, что зато такой маской можно хоть каждый день пользоваться, вы свою кожу не перепитайте. Заказала я своим деткам вот такой наборчик Hello Kitty, на подарок, кстати, будет очень хорошо. Вот так открывается, и здесь были три туалетные водички по 15 мл, довольно-таки большой объем, и такие классные ароматы, вот все три аромата, я бы всеми тремя ими бы пользовалась. Первый аромат, самый такой, наверное, детский, называется Фруктовая сказка, потрясающе пахнет фруктовым, сладенькими такими фруктами, причем не просто сладкими, притерными, а такими свежесладенькими. Мне даже кажется, что напоминает что-то между, знаете, гелями Маракуйя и Пион серии Naturels и Голубая Лагуна. Вот что-то такое, вот именно фрукты такие, какие-то более свеженькие, сладенькие. Вторая водичка, это Цветочная Дружба. Это тоже такой нежный, цветочный, но тоже немножечко сладковатый аромат, тоже очень классный, мне что-то напоминает из моих туалетных водичек, я бы тоже с удовольствием пользовалась. Третья водичка, аромат, наверное, более взрослый, но не то, что прям он детям не подойдет, но из всех трех, потому что он пахнет, мне напомнил пену жасмин и белый чай, вот белым чаем прям пахнет, то есть он уже не настолько сладкий, он немножко терпковатый, сладко-терпковатый такой аромат, но тоже классненький, в общем, мне очень понравился этот наборчик, я говорю, прям хоть себе заказывай еще один, такой, и самой пользуюсь, и последнее, что я заказала, я заказала в Эйвен Клубе, это подводка от Люкс, правда, в сером оттенке, у меня была в черном, но здесь такой серый, который на глазах выглядит черным, мне очень, вот последнее, мне очень нравится вот этот фетровый кончик, который все-таки немножечко мнется, гнется, но не слишком, поэтому стрелку рисовать удобно, с одной стороны, он вроде упругий, с другой стороны, если где-то что-то вот надо так вот вывести, то он немножечко все-таки гнется, поэтому подводка очень классная, очень долго держится, всем советую. это был весь мой заказ по первому каталогу, он был довольно-таки большой, довольно-таки объемный, всем, кому понравилось это видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал, прошу прощения за свой голос, немножко, наверное, простыло, переписывать это видео, переснимать уже не буду, замучилась я его уже переснимать, так что я вас всех люблю, всем пока-пока,